Без прав, так еще и под градусом. Несовершеннолетний саровчанин дважды попался сотрудникам госавтоинспекции, находясь за рулем в пьяном состоянии. Первый раз сотрудники ЕБДД задержали его в августе. Тогда юноша отказался от медосвидетельствования. Законных представителей оштрафовали на 30 тысяч рублей. Второй раз несовершеннолетнего задержали 5 ноября. Сотрудники госавтоинспекции в ходе внесения службы обнаружили автомобиль, который постоянно менял траекторию движения. После его остановки было установлено, что лицо является несовершеннолетним и подвергалось ранее административному наказанию за управление в состоянии алкогольного опьянения. На него был составлен материал по статье 264.1, а также на его родителей был составлен административный материал по статье 5.35 за невыполнение ими родительских обязанностей. Теперь родителям грозит еще один штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Либо юноша получит тюремный срок до двух лет. На прошлой неделе 9 водителей поймали пьяными за рулем. Одна статья 264.1 повторно управлением в состоянии алкогольного опьянения, три по статье 12.8, лица, которые были впервые подвергнуты административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и пять случаев отказа от освидетельствования. На предстоящих выходных инспекторы в очередной раз проведут операцию БАХУС, в рамках которой будут выявлять нетрезвых водителей. На Нижегородской области стало больше ДТП с пострадавшими. Количество аварий на дорогах заметно увеличилось по сравнению с прошлым годом. Было принято решение о принятии дополнительных мер по стабилизации аварийности. После анализа статистики в период с 1 октября по 31 декабря 2022 года, то есть за последние пять лет, был составлен список потенциально опасных аварийных участков. Это на территории города нашего Зернова у дома 57 и проспект Ленина у дома 1. Патрульные вместе с участковыми будут раздавать листовки и предупреждать водителей о соблюдении ПДД. Также с ноября по декабрь правоохранители продолжат профилактическую работу в зонах пешеходных переходов.